Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и приветствую нашего гостя в студии. Роман Накитова, вице-спикера областного законодательного собрания. Роман, добрый день. Добрый день. Рад всех слышать, ощущать. Зима вступила в свои права. На улицах холода. Да, городские власти проходят очередное испытание снегопадом, которое, надеюсь, они пройдут с честью. Ну, не только снегопадом. И такой достаточно тревожный, как мне кажется, чрезвычайной ситуации, которая была в пятницу, когда строительный кран упал на жилой дом. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Но я напоминаю нашим слушателям, что гостю нашему Роману Накитову можно задавать вопросы через форму анонсов на нашем сайте. Пока вопросов нет, но подождем. Перейдем к нашим вопросам. Конечно, я не могу тебя не спросить о новости, которая пришла вчера, достаточно поздно, уже к концу рабочего дня, о задержании руководителя областной ГИБДД Александра Плотникова и о его якобы причастности к созданию и участию в организованном преступном сообществе, который обвиняется в мошенничестве. Там связано все с покупкой и перепродажей неких КАМАЗов, которые не должны быть в России по экологическим каким-то, да, вот таким показателям. Что ты думаешь по этому поводу и, ну, я не знаю, когда нам ждать каких-то подробностей, может быть? Ну, скажу сразу, действия определенной стороны правоохранительных органов, они предпринимались и ранее. Первая информация о проверках серьезных и о возможной причастности группы лиц, собственно говоря, к легализации в России, действительно, КАМАЗов второго экологического класса, который не может быть легализован в стране, и цена на которые, соответственно, существенно ниже. Первые сведения появились осенью прошлого года. Сведения эти полностью подтвердились. Почему речь идет о группе лиц? Потому что легализация такого большого количества автомобилей невозможна лишь одним человеком, с какими бы погонами он ни был. Речь идет о представителях целой группы ведомств, от которых там эта легализация зависела. Я предположу, что не последнее мы увидели задержание. В Кировской области или не только в нашем регионе? Без комментариев. И что я могу сказать? Сейчас идут проверки соответствующие, соответственно, и мера пресечения обвинения будет предъявлена позже. Могу только констатировать, что место руководителя ГИБДД в Кировской области становится горячим местом. Потому что, напомню, предыдущий руководитель ГИБДД был также задержан за, скажем так, меньшее деяние за получение взятки. Впоследствии он из органов уволился. Вот второй руководитель ГИБДД. Я думаю, что мы видим, собственно говоря, четкие основания для того, чтобы полиция, руководство Кировской полиции провело особое внимание к тому, что происходит с ГИБДД. Это явно не случайность. Это явно становится на сегодняшний момент таким коррупционно привлекательным органом. И я думаю, что комплексные проверки в деятельности всего ГИБДД – это то, что необходимо, и то, что поможет пресечь дальнейшее злоупотребление в этом ведомстве. А начнутся они, как ты думаешь? Уверен, что да. Ну, это все. И это будут проверки скорее федеральные, федерального главка. Ну, предположу, что так оно и будет, поскольку одно событие – это просто событие, два события – это уже определенная закономерность, и расцениваю сложившую ситуацию, к сожалению, как неблагополучие в областном управлении ГИБДД. Можем ли мы сейчас говорить о том, кто будет назначен в таком случае руководителем нашей госавтоинспекции? Это будет человек из Кирова, из числа заместителей, или, скорее всего, это будет человек сторонний? Я не могу сказать по кандидатурам, не осведомлен, но предположу, что это будет человек с полномочиями серьезными, с полномочиями частильщика, с полномочиями, выходящими за рамками просто должностных, то есть с таким мандатом, который будет призван провести комплексные проверки и изменить деятельность ГИБДД. Можем ли мы допустить, что Александра Плотникова оправдают? Я ничего не могу предполагать по этому поводу, все же есть суд, есть право сторон на защиту. До суда еще не дошло, я так понимаю, что пока еще не совсем все ясно, по крайней мере, в публичной информации не сообщается об этом. Предположу, что вот по объемам действий, по привлеченным силам следствие настроено серьезно, и дело до суда, скорее всего, дойдет, нарастая как бы кому подробностей. А дальше, ну, увидим. И обрастая новыми лицами. Обрастая новыми лицами, уверен, что дело будет широко освещаться в СМИ и будет одним из главных дел в 2018 году в Кировской области. Хорошо, мы будем ждать, как начнут развиваться события. Я думаю, что сегодня появятся еще какие-то подробности. И пока перейдем, ну, не знаю, к более земным, что ли, новостям, имеющим отношение к большему количеству, может быть, людей. Хотя и ГИБДД тоже имеет отношение ко всем, наверное, автомобилистам в Кировской области. В ситуации в строительной отрасли я хотела бы тебя спросить сразу два вектора, как мы с тобой говорили. Это ЧП в прошлую пятницу на улице Мопро на строительной площадке. И вторая тема связана с дольщиками. Тема, в которой прекрасно разбирается вице-спикер Законодательного собрания Роман Титов и член исполкома Общероссийского народного фронта. Ну, правда, вы темой дольщиков занимаетесь довольно плотно. Во-первых, по строительной отрасли и по проверкам, которые были инициированы сразу же после ЧП в прошлую пятницу. Как тебе кажется, вот эта ситуация с падением крана, она рядовая ситуация? Ну, бывает такое, к сожалению. Или это какая-то комплексная проблема? Мне кажется, вот это мое мнение, что ситуация и с дольщиками, в том числе и с большим количеством потенциально проблемных объектов. Мы сверялись с представителями Нижегородского полупресса по цифрам. То есть плюс-минус они сходятся. Порядка 31 объекта находятся в списке проблемных. В Кировской области? В Кировской области, да. Это объекты, на которых еще у нас не возникло обман тольщиков, но по которым есть определенные... Тревожные ожидания. Тревожные сигналы, да. То есть эта ситуация и ситуация, связанная с падением башенного крана, предположу, что это явление, имеющее один исток, это общенегативные тенденции на рынке строительства в Кировской области. Потому что есть проблемы, связанные с падением объемов строительства. Есть проблемы, связанные с тем, что, во-первых, и на будущее не все строительные компании смогут приспособиться к новым требованиям федерального законодательства, ужесточающим ответственность перед дольщиками. Не все могут приспособиться к негативным неким экономическим тенденциям. И, собственно говоря, там люди начинают экономить, люди начинают экономить на строительной безопасности. Возникает там, вот, к сожалению, причины падения крана мы пока не знаем, но однозначно без нарушений со стороны эксплуатирующей организации вряд ли бы такое ЧП федерального уровня, у нас краны падают не каждый день, было бы возможно. Ну, тем более, что не было никаких погодных таких условий тревожных, да, ни сильного ветра, ничего-то еще, но на что можно было бы списать? Да, я помню, как все это начиналось. У нас было совещание в Минстрое большое, там были представители прокуратуры, министр, я был, мы обсуждали тектон-квартал проблемы одного из потенциально проблемных объектов. И вот пришла информация по падению крана, поэтому пришлось совещание прерывать, и там коллеги из Минстроя уехали на объект, а дольщики Нового Сергеева, которые также присутствуют на совещании, их проблемы там сегодня и на этой неделе будут обсуждаться. Сейчас к дольщику Нового Сергеева и других проблемных объектов мы вернемся. Напоминаю, что в нашей студии Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания, небольшой перерыв. Особое мнение на 101FM Продолжаем программу «Особые мнения». Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания в нашей студии. Говорим о дольщиках, говорим о Новом Сергеево, говорим о тектон-квартале. Два объекта, которые, один из них звучит довольно давно, второй прозвучал так громко достаточно на прошлой неделе, насколько я помню. Вот, и начались уже совещания в областном правительстве, которые обещают сделать регулярными в Минстрое. Они проходят с привлечением разных заинтересованных сторон, и застройщиков, и дольщиков, и контролирующих органов от представителей законодательного собрания. Насколько я понимаю, сегодня тоже было такое совещание. Да, сегодня было совещание с утра по Новому Сергееву. И да, действительно, эти совещания будут регулярными. График я уже видел буквально каждую неделю по одному или нескольких объектам разбирается. В том числе Минстрой выполняет те требования, которые мы на нашей рабочей группе ЗАГС собрания по дольщикам перед Новым годом обсуждали. То есть это требования настоятельные заниматься не только проблемой, собственно говоря, реестра дольщиков. У нас это пять домов и порядка 200 человек именно обманутых дольщиков. Это те, кто внесены в реестр. Мы попросили коллег из областного правительства заниматься профилактикой. Есть вот эти 30 проблемных объектов, включая 17 объектов в Новом Сергеево и ряд объектов, 14 по другим застройщикам, которыми надо заниматься прямо сейчас для того, чтобы они у нас не переползли в реестр, собственно, обманутых дольщиков. То есть если есть возможность спасти ситуацию, значит, ее надо спасать и оказывать посильное и в рамках закона содействие строительным компаниям. Роман, а какое это может быть содействие? То есть это поиски какого-то инвестора, поиски субподрядчика, какие-то гарантии со стороны областного Минстроя и еще кого-то? О гарантиях мы говорить точно не можем, как и о бюджетном финансировании. Сразу там приоткрою такую завесу. Первое, о чем попросил на рабочем совещании в Минстрое руководитель компании Тектон. О, Тектон. Дайте денег. Помогите, включите в федеральные программы, приобретите жилье по неким там, ну, мы знаем, там есть доступное жилье для российских, для социальных проектах. И я и представители прокуратуры, которые были на этом совещании, сразу осекли руководителя компании. Такие вещи невозможны. У нас все закупки конкурсные, в том числе жилья для детей-сирот, для иных социальных программ. Но правительство и мы готовы помочь в решении, скажем так, неких ситуативных вещей. Вот не по Тектону пример, а по другому проблемному застройщику. Компания «Северо-Восток Энергострой». То есть они обратились очень. У них были проблемы с присвоением адреса дому. Были проблемы с рядом вещей, которые мы помогли решить. Мы работы должны вестись, даже разрешение на строительство продлили. Так и здесь. То есть по Тектон-кварталу мы попросили, ну, это район так называется, мы попросили застройщиков до первой декады февраля представить Минстроу и нам некие свои предложения. То есть он говорит о том, что идут переговоры с инвесторами, которые хотели бы зайти на объект, достроить его, продать. То есть, соответственно, в начале февраля мы будем понимать. И вроде бы с банком, он еще говорил, ведутся переговоры о дополнительных финансировании. Инвестор привлек средства под квартиры, но фактически это квартиры в полутора домах из восьми, которые надо было построить. Планы обширные. Эти средства были, предположительно, по информации Минстроя, потрачены на приобретение земли под восемь домов. Но рынок конъюнктуры изменился. И в итоге мы на сегодняшний момент имеем один дом полупостроенный, один, который еще не вылез из котлована. Проекты на восемь домов. И земля и объекты движения, заложенные в банке. На сегодняшний момент, насколько я осведомлен, насколько нам сказали, идут переговоры с банком для того, чтобы он уступил право требования и, соответственно, залоги инвестору, который в случае благополучного течения переговоров зайдет и тектон достроит. Если это получится, это самый лучший сценарий, который может быть по отношению именно к этой территории. Хорошо, что здесь есть земля, плохо, что она обремена определенными ограничениями. Надеюсь, банк здесь пойдет навстречу. То есть здесь есть хотя бы варианты. Мы понимаем, либо мы уходим в достройку объекта, либо у нас открываются другие варианты. Потому что, опять же, там это мое мнение, в конце весны, если работы по объектам тектона не начнутся, то у нас возникнут основания для включения 140 дольщиков в реестр. 140 человек. Да. Но надеюсь, что все же переговоры у господина Огородникова, который является директором и учредителем строительной компании «Тектон», пройдут успешно. И из списка проблемных мы эти объекты исключим. Есть еще один вопрос, Роман, который задают в том числе наши слушатели в комментариях к новостям о дольщиках. Этот вопрос связан со следующим. Неоднократно уже бывало и замечали мы в объявлениях, что квартиры в проблемных объектах продолжают выставляться на продажу. Я не знаю, кто это делает. Делает это застройщик, какая-то, может быть, организация, связанная с ним так или иначе. Или делают это уже дольщики, когда-то купившие, вложившиеся в этот объект. Но, тем не менее, не кажется ли тебе, что нужно каким-то образом регулировать вот эти вещи? То есть жилье в проблемном объекте выставляться на рынок после того, как проблемы какие-то возникли, не должно. Потому что увеличивается же количество людей, пострадавших. Здесь, скажем так, не совсем все однозначно. Почему? То есть одно дело, когда действительно застройщик, находящийся уже в бедовом положении, пытается, и понимая, что он дом не достроит, пытается эти квартиры продавать самостоятельно. Но здесь, как правило, к тому моменту, как наступает вот эта вот проблемность, уже накапливается определенное количество ограничений в стране судебных приставов. Квартиры продать не получается. Поэтому, да, многие застройщики, к сожалению, так бывает, скидывают квартиры на дружных физических лиц, и потом пытаются их реализовать, и плохо действительно там это надо пресекать, потому что деньги идут мимо кассы предприятия, и не используются на достройку. Но, с другой стороны, продажа этих квартир – это один из механизмов достройки объекта людьми, компаниями, которые действительно пытаются исполнить свои обязательства. Как это происходит? Ну, нет у компаний живых денег, на счетах лежат обременения, но есть определенное количество непроданных квартир. За эти квартиры нанимаются субподрядчики, которые в счет вот этого жилья, они проводят определенные строительные работы. Ставят окна, ставят двери. Ставят окна, ставят двери. И вот это действительно механизм решения без денег – проблема достройки дома. Поэтому здесь вот нельзя все чохом загнать в то, что это надо запретить. Вот надо четко разграничить, и мы там на совещании с силовиками эти вопросы поднимаем. Если есть информация по продаже квартир со стороны каких-то аффилированных лиц, вот действительно тогда прокуратура и следственные органы вступают в действие. Но по ряду проблемных объектов действительно это, ну, вот достраивается у техкомсервисов, у застройщика Нового Сергеева дом на Маклина 60А. Вот этот дом надо… Он почти готов, насколько я помню, да? Да. Этот дом надо всеми силами выводить и сдавать, доделывать. И там как раз есть у ряда юридических лиц квартиры, и эти юридические лица, они сейчас объект доделывают. Я вот сегодня с утра на совещании с дольщиками Нового Сергеева объяснял, они говорят нам, нету дела, значит, до Маклина 60А, достройте наши дома. Я говорю, понимаете, если вот сейчас ваша компания, техкомсервис, свалится в банкротство, то к требованиям дольщиков вашим добавятся еще требования на Маклина 60А и требования банков, там, иных структур. А там 140 квартир, то есть, ну, серьезный такой объект получается. Вот его надо достроить, ввести и тем самым разгрузить техкомсервис для решения окончательно проблем по Новому Сергееву. Но я заверил дольщиков в том, что деньги через счета техкомсервиса не проводятся, и они не уходят с Нового Сергеева на другой объект просто за отсутствием этих денег. Идут зачеты квартирами и какими-то другими механизмами. Вот так вот, все непросто. В общем, получается, ждем мы по двум упомянутым нами большим объектам, да, это Тектон-Квартал и Новый Сергеево весны ждем, чтобы понимать, как дальше будет развиваться ситуация. Не весны, февраля скорее, но по Новому Сергееву, да, весны, потому что, опять же, сегодня с утра мы с дольщиками обсуждали такую тему, что, коллеги, мы можем инициировать какую угодно достройку, завлечь какого угодно инвестора, пока не закончатся технические экспертизы, которые в том числе надзорные органы организовали, мы не сможем оценить перспективы и состояние каждого дома, состояние строительных конструкций. Вообще неизвестно, можно ли там строить, да? Конечно, вот, но появляется информация, мы сейчас ее будем проверять, что будто бы по двум объектам уже отозвано разрешение на строительство, по Новому Сергееву, не по длиной имеется в виду оно, да. Если это так, то будем изучать возможности уже для включения первых новосергеевцев в реестр обманутых дольщиков. Но совещания идут и будут проводиться по ряду других объектов. Вот у меня на прошлой неделе мы провели совместно с моим коллегой Костиным совещание с представителем дольщиков ЖК «Виктория». Там два объекта, очень, кстати, показательная и в хорошем смысле ситуация, где дольщики и руководитель компании-застройщика ходят и пытаются решать проблемы вместе. То есть у них нету... Желания друг друга утопить. Да, они помогают, и вот для меня это очень показательно. И по ряду других ситуаций, вот на этой неделе будет совещание у нас в Минстрое по ряду проблемных объектов в Вятских полянах, которые там тоже есть, но помимо Кирова там Вятские поляны. Не надо забывать, что у нас помимо Кирова есть и другие населенные пункты в области. Поэтому работа идет. Мы, соответственно, вскоре проведем заседание очередной своей рабочей группы по дольщикам и будем выходить уже на системные решения. Я, к сожалению, не успел сегодня документы еще посмотреть, потому что пришли уже определенные ответы по нашему первому совещанию, по новому Сергееву, которое мы накануне Нового года проводили. Давали поручения администрации, правительству. Вот приду и в следующий раз, наверное, смогу сказать, что уже удалось сделать. Ну, я думаю, что тему дольщиков, да, мы будем поднимать в нашем эфире и в рамках особого мнения, и в рамках дневного разворота. Еще одна тема, косвенно связанная со строительством, точнее, с реконструкцией, наверняка видел ты и уже ознакомился, это реконструкция здания авиационного техникума на Октябрьском проспекте. Тема вышла в публичное поле также к конце прошлой недели. Антон Касанов, историк, автор проекта «Пешком порядке», написал достаточно возмущенный пост у себя в Фейсбуке по поводу грядущей реконструкции. Она будет проводиться за средства резервного фонда президента. Средства, я так понимаю, выделены в определенном количестве на каждый объект. Там не один авиационный техникум, в частности, речь идет о лесопромышленном колледже, да, на улице Карла Маркса. Что касается авиационного техникума, предположительно, его облицуют серо-синей плиткой. Вот такой кафельной плиткой, как вчера написали нам в ответе от соцблока областного правительства. Керамогранит. Там же было сказано, что цветовая гамма пока не определена. И я, как человек, который работает с госзакупками, тебя хотел спросить, а так бывает вообще, что выходит на конкурс по поиску подрядчика без техзаданий, без прописанных материалов, без определенного цвета, еще чего-то? Нет, материалы могут быть прописаны, может быть прописано в конкурсе техническое задание как раз на окончательное проектирование. То есть, к примеру, там пишутся виды работ, которые надо осуществить, и в эти виды работ включается подготовка и согласование конкретного уже итогового проекта. То есть это возможно? Я, вот у меня в этой ситуации свое мнение, наверное, не совсем укладывающееся в то, что там в интернете сегодня обсуждают Антона, к которому я очень хорошо отношусь, я понимаю, потому что он как краевед заинтересован в том, чтобы легендировать максимальное количество объектов на территории города Кирова. Роман, мы все заинтересованы в том, чтобы Октябрьский проспект гармонично выглядел, чтобы это здание, облицованное плиткой, не выглядело там инородным телом таким, понимаешь? Это здание на сегодняшний момент там тоже выглядит совершенно инородным телом, да, там есть графита на одном из фасадов, кстати, не очень большое, намного в более бедовом состоянии, например, находится аналогичное, правда, есть фасад с первого по третий этаж, графит на здании корпуса педуниверситета в Чижах, но про которое никто не вспоминает. Ну, потому что Чижи – это все-таки не центр города. А я-то, слава богу, его хожу, наблюдаю, там уже лица отпали, и состояние жуткое. Вот здесь, это мое частное мнение, я не вижу… Ну, это особое мнение Романа Китова. Да, я не вижу великого греха в том, чтобы только не кафельной плиткой все же по технологии навесного фасада, который может разными материалами исполняться, здание довести. То есть, смотрите, там идет разрушение кладки за воздействием внешней среды. То есть, если по технологии четко работать, по технологии навесных фасадов, то она позволяет изолировать и предотвратить дальнейшее разрушение кладки. То есть, то, что я увидел, меня не ужаснуло, честно вам скажу. Меня ужасает нынешнее состояние здания. Да, есть вопросы по цветовой гамме, потому что у нас Октябрьский проспект, в той части он исполнен, ну, скажем так, в желтой цветовой гамме. Ну, там такие охренно-пастельно-розовые тона. Ой, я вот даже таких цветов охренно-пастельные. Я думаю, коллеги из ведомств, которые будут в итоге проект принимать, они согласятся там с позицией. В конце концов, не так важно, какого это цвета, поэтому можно откорректировать. Важно, чтобы этот объект не был такой зияющей развалюхой в той части города Кирова, в районе танка, в районе исторических зданий, исторической застройки. То есть, единственное, там, ну, ужаса в использовании современных технологий я не вижу в той части города, сразу скажу. Была в свое время, ну, слушайте, там дело доходит порой до странных таких поворотов. То есть, мы по Котельниче с пенсионным фондом взаимодействовали, поскольку вдруг у них местные депутаты пару лет назад приняли постановление, объявив там всю центральную часть города Котельниче прямо такой исторической зоной, и запретили керамогранитом облицовывать здание пенсионного фонда, которое, ну, нуждалось во внешних работах. В итоге победили, и стоит нормальное здание, ужаса ни в кого не вселяет. Вот, поэтому, вот, мое мнение, там, здание надо бы, кстати, отличный пример работы с навесными фасадами, это страны Средней Азии, где Баку, например, там, центральной части города, хрущобы пятиэтажные с помощью навесных фасадов, доведены до такого состояния, что просто непонятно, что эту хрущевку только со двора, когда заходишь, там вот видны вот все эти зияющие высоты, а снаружи вполне себе современные дома, которые, такое ощущение, построили год или два назад. Это как перевес у портов, извините меня, пожалуйста, кто смотрел «Трех мушкетеров», да, с фасадой все хорошо, а сзади можно понять, что это хрущево. Сделать красиво и керамогранитом, и навесные фасады, там, часто упреки бывают, там, вот, пожароопасность, пожаробезопасность, то есть технология важная. А что самое главное, что позволяет делать навесной фасад, там теплоизоляция проводится, сэкономить затраты по теплу, что для учебного заведения большой площади, я думаю, у них затраты на отопление, там, 1500 месяц там выходят, там, на этот объект, им здорово позволить деньги сэкономить на учебный процесс. Хорошо, ну, тоже посмотрим, как будет развиваться эта история, посмотрим, какая будет в итоге выбрана цветовая гамма, если она будет выбрана не совсем корректно. Я так думаю, что будет еще общественное обсуждение, возмущение и прочее по этому поводу. Ну, как же у нас без общественного обсуждения? Конечно, конечно. Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания у нас в студии. Мы прервемся на две минуты и продолжим. Продолжаем выслушивать особые мнения Романа Титова, вице-спикер областного законодательного собрания, представителя общероссийского народного фронта. Я напоминаю, есть еще одна тема важная, к которой мы сейчас обратимся, тоже косвенно связанная с общественным обсуждением, общественной активностью и прочим. Это строительство полигона ТБО в Осенцах. Есть такая тема. Я так понимаю, что есть некие подвижки в этом вопросе, потому что с горячей, скажем так, стадии. Вот этот конфликт ушел куда-то там под ковер, в какие-то кабинеты, в какие-то разговоры. Что происходит? Не совсем ушел в кабинеты. Скажем так, по-прежнему у людей. Я мониторю группу, встречаюсь с людьми. Буквально позавчера у меня были жители деревни Богомаза, которая находится недалеко от Зонихи, вблизи, на расстоянии трех километров от планированного к строительству полигона. Мы с ними долго проговаривали. В итоге, по итогам, по следам, скажем так, последних событий возникла мысль. Действительно, у людей по-прежнему нет информации. Самое главное, что вызывает у людей, у тех же представителей деревни, которые приезжали, вопросы, то есть список из шести-семи вопросов, это, ну, скажем так, отсутствие реальной убежденности в том, что будет построено то, что планировалось, в том, что работы будут проведены надлежащего качества, в том, что эксплуатация объекта будет проводиться, если он будет построен, проводиться в соответствии с законодательством. В итоге возникла мысль, которая... Ну, это такие логичные вопросы, которые всегда возникают. Абсолютно правильные вопросы. Точно такие же вопросы, на самом деле, возникали при планировании и строительстве ремонта уличной дорожной сети, вот то, что в этом году происходило. В итоге была создана группа общественного контроля, которая, на мой взгляд, здорово отработала. И мое предложение, которое было поддержано на сегодняшний момент, наверное, всеми и муниципальными, и областными чиновниками, и представителями федеральных структур, это создание группы общественного мониторинга, куда войдут представители общественности, местные жители, вахруши жители Слободского района, эксперты в сфере экологии, представители общественной экологической организации, в том числе партии «Зеленая», там, «Чистая вятка», там, иных структур, которые получат с полного согласия всех органов власти и самоправления полномочия для постоянного общественного надзора за работами, для знакомства с проектной документацией. Роман, я правильно понимаю, вот сам факт создания этой рабочей группы, он говорит о том, что полигон будет построен или нет? Вот ответы на все эти вопросы мы сегодня будем собираться первый раз вот этой группой. Состав будет не фиксирован, то есть мы его будем дополнять и обязательно пригласим представителей среды обитания. Туда любой желающий может попасть в эту группу или как-то надо с кем-то договариваться? В группу точно не может попасть любой желающий, там, у нас все же квота один представитель от одной общественной организации будет, но мы понимаем, что это те организации, которые смогут людям, то есть транслировать и вопросы людей, и которые смогут людям транслировать обратно ответы. То есть были вопросы по ознакомлению с проектной документацией со стороны жителей Вахруши. Пожалуйста, там, вот через своего представителя, который может и возглавить даже эту рабочую руку. А может он фотографировать эту документацию? Ну, конечно. То есть это нормальный общественный мониторинг. Отлично. Опять же, по прообразу дорог, там, напомню, я сам в первом заходе на дорожный мониторинг в прошлом созыве принимал участие. Сейчас мы проиницировали такой же мониторинг в отношении объекта в Осенцах. Будем приглашать САХ, будем приглашать людей с проектной документацией, будем выезжать на место, будем смотреть, что происходит и комментировать там специалистов. Причем, что хорошо, пока фамилии не назову, но даже федеральные эксперты, независимые федеральные эксперты выразили желание и готовность поработать в составе этой рабочей группы. Разумеется, там предложения... Но они как-то приезжать сюда будут? Да. То есть на очередное заседание приезжают люди, смотрят документы, смотрят там еще что-то? Да, да. То есть будут наши специалисты, представители общественной палаты и, как я уже сказал, большого количества экологических организаций. И хорошо, если будут звучать неправильные, острые вопросы, потому что либо на эти вопросы будут даны ответы, и люди убедятся в безопасности, либо это повод для надзорных органов дополнительные требования предъявить. Поэтому, надеюсь, формат будет эффективным, и я в нем буду принимать участие, ну, скажем так, на правах рядового члена. Скажи, пожалуйста, люди готовы работать конструктивно по этому вопросу? То есть не будет ли такого, что на первом же собрании рабочей группы, ну, или на втором, или на третьем, люди скажут, нет, все-таки вот, нет, мы не хотим, не надо, все. Вот, смотрите, изначально было два подхода. Первый там, да, прям за строительство полигона никто из общественников не высказывался, напомню. Там было два подхода. Один из подходов я для себя выбрал, да, я критиковал, но в итоге я либо получал ответ на свои вопросы, либо как было с строительством сортировки, о чем мы не раз в этой студии говорили, мы добились действительно там с ОНФ инициирования, проектирования и строительства сортировки в случае, если объект будет построен, введен в эксплуатацию, что приведет к тому, что существенно упадет объем захоронения, то есть фактически только органика пойдет в тело полигона безопасное, а все остальное пойдет во вторичную переработку. Мы говорили о том, что с 1 мая 2019 года незаконно функционирование полигона без сортировки, и нас наконец-то услышали. То есть и сейчас и привлекается, речь идет о привлечении инвестора стороннего, и речь идет о том, если ассинцы будут все же вводиться в эксплуатацию, строиться, достраиваться, то сортировка к тому времени будет спроектирована, а после ввода объекта она будет построена в самые ближайшие сроки. Это порядка по предварительному проекту 80 рабочих мест 3 смены. То есть вот это был путь, когда ты критикуешь, но ты что-то получаешь взамен. Я сегодня могу четко сказать, я про это говорил, в том числе в этой студии, это сделано. Другая позиция, не позволим, потому что нам не нравится. Не хотим. Раз нам не нравится, мы сейчас инициируем независимую общественную экологическую экспертизу, а поскольку нам изначально объект не нравится, то экспертиза не будет сильно независимой. То есть вот нам не нравится. И вот будем до последнего как-то ругаться. Но вот этот подход неконструктивный. Надо добиваться определенных шагов, там или снимать возражения, или добиваться решения этих возражений. Есть вопрос там по свалочным газом. Давайте там решать вопрос о дальнейшей проектировании станции активной дегазации. То есть такие вещи, они реализованы на ряде объектов. Но во всяком случае, что точно надо сделать, и мы это сделаем, это привлечь людей, и чтобы они точно видели, как это делается. Проблема-то ведь из-за чего возникла? Из-за того, что изначально тихушничали, и люди узнали о том, что у них что-то будет под боком. Вот так вот. И при строительстве дальнейших объектов, они неминуемо будут строиться на территории Кировской области. Я не говорю о городе Кирове, но у нас должны быть объекты там порядка пяти штук серьезных, там новых. Это мусоросортировочные станции, ты про них говоришь или нет? И не только. Так. Просто с учетом территории нашей области, мы не решим никакой задачи там строительством лишь одного объекта, одного полигона. То есть должны быть полигоны в дальних районах области, которые будут вот под те объемы. Должны быть сортировки, должны быть, о чем я говорю муниципалам, вот буквально ситуация в Орлове недавняя, когда местные жители и руководители муниципалитета протестовали против ввоза мусора из котельничек, где свалку закрыли на Орловский полигон. После того, как я им объяснил, что оказывается после 1 января 2019 года, если у них не будет сортировки, то они вообще не смогут эксплуатировать. После этого кризис рассосался. То есть вот объекты такие должны быть. И при их строительстве обязательно должны быть привлечены общественники. Потому что что возникло в Орлове, люди узнали, что им повезут некий объем из котельнича. Они не знали там о проектной мощности, о расчетной мощности, о том, сколько реально этот полигон можно завести. Они начали просто протестовать. Люди услышали, где-то, может быть, на повышенных тонах поговорили, но в итоге это все рассосало. Роман, так в том-то и дело, надо объяснять. Надо объяснять. А мало кто объясняет. Публично. Хорошо. Посмотрим. Вот опять же, по тем же дольщикам. Вот из-за чего проблема? Из-за того, что с ними никто не общается. Проблема в том, что люди не понимают, получат они свои квартиры или нет. И я прекрасно могу понять их состояние. И последнее, что надо делать с этими людьми, это с ними не разговаривать. Слова Богу. Ну, на мой взгляд. А первое, что надо делать, это общаться. Слава Богу. Вот я сейчас думаю, приду на работу, вернусь. У меня там ряд писем тоже. Я с целым рядом проблемных объектов поддерживаю ситуацию. Так и здесь. Там будут эти полигоны. Ну, вот в этой я теме. Я буду делать так, чтобы вся информация была открытой. Ну, мы тебе, конечно, признательны, да, за то, что ты доносишь ту информацию, ту позицию, которую там можешь сам высказывать, да, доносишь информацию каких-то дневных органов, которые не самые публичные и не готовы приходить в эту студию. Я благодарю Романа Титова, вице-спикер областного законодательного собрания, представителя общероссийского народного фронта. Это было его особое мнение. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. Роман Альбертович. До свидания. До свидания. Хорошей вам недели. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok